Запись и с этого момента буду выкладывать на ютуб. Привет, ютуб. Привет, ютуб. Так, ого, там Лунин. Лунин, ничего себе, в 12-м году. Я думал, он 90-е закончил. Обладатель Бриянтовой совы, шестикратный обладатель Крустальной совы, Александр Друсь. И обладатель Крустальной совы, Виктор Сиднев. Так, ну поехали. Сиднев, капитан, и сел на правый стул. Вот сюда вот. Обычный капитан здесь сидит. Ольга, что произошло? Когда это поменялось? Вы как эксперт по что, где, когда, по деталям. Может, знаете про это. Вице-президент компании МТС, Александр Поповский. Так, вижу уже пару иностранных агентов. Президент Банка Москвы, Михаил Кузовлер. Банк Москвы. Я уже рассказывал, у меня раньше был студенческий проездной от Банка Москвы. Но потом Банк Москвы куда-то делся. Григорий Гусельников. О, Гусельников. Это защитник... Эм... Знатоков. Не слежу за рассадку, говорю только. Игра до шести. Почему-то сейчас все капитаны сидят на левом стуле, а Сидниф справа почему-то сел. Хотя двенадцатый год уже прям свежий как будто. Добрый вечер, господин Сидниф. Добрый вечер, господин. Здравствуйте. Если вы не возражаете, я предлагаю вам убрать со стола скрипичный ключ и договориться, что мы возьмем музыкальную паузу после третьего раунда, как на прошлой игре. Вы не против? На удачу. Договорились. Как-то он это... настоял. После музыкальной паузы наступило какое-то просто просветление. Да, Борис? Добрый вечер. Добрый вечер. Конечно. Я думаю, не после. Так, ну что? Собираемся, разминаемся. Включаем голову. Это я себе говорю исключительно. Но я впишу успокоить, кстати, телезрителей, Борис. Допинг-проба ваша дала отрицательный результат. Что? Допинг-проба у Левина? Москва. Против вас играет научный сотрудник Института русского языка Анри Исраилян, город Москва. Анри, здравствуйте. Добрый вечер, господин. Вы сегодня единственный мужчина в команде телезрителей. Ого. Ну мне не привыкать, я на филфаке учился. Хорошая шутка. Анри, я вас попрошу, сейчас вы отыграете свой раунд. И как к единственному мужчине, у меня к вам будет поручение. Вы сможете следить за подсказками в зале сегодня? Нет, не хочу. Ну смотрите. Хорош, хорош. Молодец. Итак, внимание, машина для ходьбы. Машина для ходьбы. Господин Друзь, на этом рисунке вы видите демонстрацию изобретения барона Карла фон Дреза в Люксембургском саду в апреле 1818 года. Одна парижская газета сочла изобретение однодневкой и отметила, что если кто-то и будет благодарен Дрезу за его изобретение, то отнюдь не владельцы этой чудо-машинки. Внимание, вопрос. Кто и за что должен благодарить Дреза за его изобретение, по мнению журналиста парижской газеты? Так. Значит, благодарны будут не те, кто обладает этой штукой, а кто-то другой, да? Да. Сейчас я посмотрю, я включу саму картиночку. Угу. Дрез. Так, вот тут реклама, нам не платили. Значит, машинка для ходьбы. Похоже на велосипед, но без педалей, они реально ходят, что ли? Слушайте, это реально какой-то велосипед. Угу. Обувь стирается. Лошади хорошая версия Том Драгана. Сапожники, обувь стирается. А как они ездят на этом? Слушайте. То есть, правда ходят, что ли? Это знаете что? Это чисто самокат. То есть, они ногами стоят на полу. Видите, здесь просто перспектива очень кривая. Вот эта нога, это вот этого вот господина в синем камзоре, или как это называется. То есть, они просто вот... Ногами идут. А не проще ли тогда просто ходить? Вот, Наталья, обувь стирается. А вот, может, штаны стираются? Штаны протираются как раз. Вот они сидят, ну, всей своей промежностью, простите меня. И вот трутся, а вот эта хрень. Госпожа Полихо, здравствуйте. А вот, что-то со штанами как раз в версии. Да, вопрос какой был? Отвлекли. Так, как самоход у детей маленьких без педали штука. Учится равновесие, держается. Так, значит, господин Азамат, вопрос про то, кто будет благодарен за изобретение вот этой фигни, кроме обладателей самого вот этого вот... Как это назвать? В общем, они назвали это машина для ходьбы, а по сути это вот как детский самоход, говорит он Драган. Да, странная штука. Вот мне версия с портными нравится больше, потому что обувь стирается, ну, она как бы, ты как ходишь и ходишь, а вот портные как будто очень круто. А мне лошади еще тоже нравятся. А, лошади... Это 1818 год. 1818 год. Ну, портные тоже хорошо. Братья Райт придумали велосипед, но год позже уже был. А, даже так? А, это так недавно велосипед придумали, мне казалось ему 100 лет уже. Ну, в смысле, не 100 лет, а лет... Я вам сказал лет 200, но тот тоже будет подкрыть. Курьеры почты. Так, а зачем вообще эта фигня нужна? То есть, для детей понятно, что они учатся ходить, как будто... Развлечение какое-то, ну, как прикол. То есть, это типа самокат, да, получается? Да. Давайте переслушаем вот это вот, что там газета эта парижская написала, прям самую капельку. Давайте еще раз переслушаем, да, господа. Ходят все же обувью. Да, но и при обычной ходьбе мы ходим обувью. Так, Ольга, а вы помните этот вопрос и помните ответ? Или вы тоже предполагаете, чтобы мы тоже знали? Вы сегодня единственный мужчина в команде телезрителей. Ну, мне не привыкать, я на филфаке учился. Так, ну, поехали. Андрей, я вас попрошу, сейчас вы отыграете свой раунд, и как к единственному мужчине... Не настолько помню, ага. Вы сможете следить за подсказками в зале сегодня? Нет, не хочу. Блин, сильно это... Ну, смотрите. Надо запоминать секунду вопроса. Итак, внимание, машина для ходьбы. Машина для ходьбы. Господин Венчайший говорит, что видел эту игру. А вы помните ответа? Это в рисунке. Вы видите демонстрацию изобретения барона Карла фон Дреза в Люксембургском саду в апреле 1818 года. Одна парижская газета сочла изобретение однодневкой и отметила, что если кто-то и будет благодарен Дрезу за его изобретение, то отнюдь не владельцы этой чудо-машинки. Внимание, вопрос. Кто и за что должен благодарить Дреза за его изобретение, по мнению журналиста парижской газеты? Так, знаете, я что заметил? Господи. Ну-ка. Сейчас. Там у них как будто что-то мягонькое такое простелено. Сейчас вот тут. Вот у них вот что-то какая-то как подушечка как будто лежит. Вот с травматологами тоже, кстати, хорошая идея. Но как будто это не так вот прямо сильно упасть с этой штучки можно. Знаете, по поводу портных и по поводу сапожников у меня была идея то, что никто обычно не ходил, а тут все начали резко ходить, потому что вот такая вот фиговина появилась. Ну, типа какая-то там знать. Они там особо-то ногами не ходят. А тут они все начали развлекаться и, в общем, массово такой штукой пользуются. На один день, значит, якобы развалится. Ага, там однодневка, сказали. Однодневка, как будто типа никто ей пользоваться не будет. Ну да, что это появилось и забудут все. Ага, Ольга, спасибо. Если помните, то да, лучше... Ну, вы так за нами наблюдаете, тоже интересно, как мы будем доходить. Парижская газета благодарит. Может, из разносчики газет. Но видите, тут все знать какая-то. Тут все прям какие-то ультра крутые модные господа в цилиндрах, в каких-то вот этих треуголках. То есть это все знать. Не будут они быстро так внедрять это в разносчиков. Мне кажется, что штаны рвались от плохой конструкции. Портным больше работы и денег. Вот мы тоже подумали про портных, но тут у него какая-то мягонькая штука лежит. Аду? Ну, мягонькая штука, это чтобы он не больно ему было, чтобы он комфортно сидеть. Да, понятно, но она все равно, конечно, будет протираться. В общем, я думаю, между портными и сапожниками. С врачами тоже, конечно, хорошо. Хорошо, но вот врач-травматолог в 1718 году вряд ли вообще существовал. Там какой-нибудь был военный врач один на улице. Слушайте. Блин, но на самом деле с самокатами это действительно сейчас убиваются и людей калечат. Да, у самокатов очень высокая скорость, и они очень бесшумные, поэтому сбивают много людей. На заднем фоне человек падает с этого присутствует. А, вон, посмотрите внимательно. Ух ты, Руслана, нифига себе у вас. Вот там вот, да? Да, да, да. Он вообще бежит за ним, или так, я не могу. Он падает, как бы. Дайте я увеличу, а потом верну. Да, у нас очень мелко тут. Да, вот этот чувак руки оставил и падает, вот его нога. Все, это правильный ответ. Привет, Руслана, вы смотрели этот ролик, это видео ранее? Как, как вы это сделали? Расскажите свой секрет внимательности. Ну, все, это очевидно. Ну, не травматолог, но просто врачи на тот момент, потому что... Нет, не смотрел Руслана, это потрясающая у вас внимательность. Я все на передних смотрю. Но тут тоже видно, они в раскорячку идут, а тот вот буквально падает с него. То есть, колеса производили и СТО, это техосмотр типа. А, все, давайте отвечать врачи. Тут, как бы, вот он, ответ у нас на заднем плане. Для тех, кто, как и мы, не увидели вот этого господина падающего. Видите, у него одна нога открячена, вообще поднята. Вторая эта, тело назад облокочено. Ну, точнее, вот туда вот летит. А этот его ловит с руками распростертыми. Все, врачи, поехали. В апреле 1818 года. Одна парижская газета сочла изобретение однодневкой и отметила, что если кто-то и будет благодарен Дрезу за его изобретение, то отнюдь не владельцы этой чудо-машинки. Внимание, вопрос. Дон Драган первая эту версию предложил, а госпожа Руслана нашла просто ответ на этой картинке. Сапожники, ребята, протирается в подушку. Хорошо, еще. Это хорошо. Друзья, ну сапожники, скорее. Ну, может, отрясом еще называли. Он там с извозчиками, как, покажите. Машина для как бы, да, на вяне. Слушай, ломали врачей, они ноги ломают. Да, ломали ноги. Сбивали людей. Сбивали людей. Ездят не по велодорожкам. Не носят шлемы. Так, еще. Господин Эмбер, добрый вечер. С Новым годом вас. Госпожа Руслана, с Новым годом. И всех с Новым годом, кто к нам присоединился. И госпожа Полихо тоже. Кто-то мог воспользоваться все-таки в положительном смысле, нет? Нет, он явно памфлет писал, он явно иронизировал. Ребята, обратите внимание, у этой штуки нет тормозов, поэтому протираться, конечно, будет обувь. Да, тормозить. Для кайпы машина. Не-не, при торможении просто, в первую очередь. Не, ну, лучше овец, как-то, Саша. Так, отвечаем уже. Насколько много сапог вообще участвует в этом? Все-таки мало кто ездит. В основном это... Почему? Отвечает Александр Друзь. Господин Сиднев, у меня к вам просьба на сегодняшнюю игру. Если у вас там за 40 секунд готов ответ за 50, вы не тяните специально. Говорите у нас. Чего он его себе подгоняет? Итак, прошу, Александр Друзь. Господин ведущий, мне кажется, что в этом журнале, в этом периодическом издании писали о том, что выгоду от этого изобретения получат только сапожники за счет того, что пользователи этого изобретения будут усиленно протирать подуши. 1-0 в пользу знатоков. Чего? Все-таки обувь. Господин Икраилян, к сожалению, вы проиграли. Это отстой. Версия с врачом сильно круче, потому что она и по логике, и просто по самой картинке. Вообще жесть. Госпожа Руслана, это прекрасное наблюдение. Я бы ни за что бы не отказался в пользу сапожников. Слушайте, но слишком на поверхности, не знаю. Для меня больше на поверхности портные, которые вот это вот, штаны их будут латать. Ну фиг знает, фиг знает. В общем, продолжаем. 0-1, не в нашу пользу. Телезрители сегодня в женских руках. Второй раунд. Господин Сидни, в финальной игре весенней серии вы стали обладателем приза за уверенность в своей команде. Я хочу напомнить вам и телезрителям, что сегодня вы можете обменять этот приз на дополнительную помощь клуба и на возможность играть следующее. Ольга пыталась на совести к обуви. Кроме того, господин Сидни, скажу вам по секрету. Сегодня на столе письма с призовым вопросом нет. Имейте это в виду. Ну ладно. Господин Сидни, сегодня 20 декабря и многих телезрителей интересует ваше мнение относительно конца света. Что нас ждет завтра? Вы же знаток все-таки. Ну я солнечное утро назад. Версия. Ну не, версия хорошая, но когда там действительно человек падает просто на этой картине. Вроде вас играет Ольга Ляхова с дочкой Дианой. Станица Ольгинская, Ростовская область. Проходите, проходите. Какой-то поле чудес начался. Сейчас куклу принесут ей. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Здравствуйте, Диана. Добрый вечер. Как ваше настроение? Хорошо. Дело в том, уважаемые телезрители, что Ольга с Дианой приезжали в прошлом году на финал года, и их вопрос не выпал. Скажите, Диана, как вы пережили этот год ожидания? Хотелось, конечно, поехать. Хотелось. То есть хорошо, что второй раз приехали. Да. Ольга, скажите, пожалуйста, а когда вы второй раз, вот второй раз вы приехали к нам в зал, у вас уже нет таких ярких впечатлений, как в первый раз, да? Вы уже приехали как к себе домой. Почему? Каждый раз, как в первый раз. У нас то же самое. У и у знатоков то же самое. А сейчас, внимание, черный ящик. О, поехали. Черный ящик. Господа, в черном ящике сейчас находится предмет, из которого авторы книги «3000 полезных советов» предлагают сделать миксер. Для этого нужно удалить нижнюю часть этого предмета. Все, что останется, господин Сиднев, поместить в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Вы не записываете? Также понадобится крышка меньшего размера. Удалить нижнюю часть предмета. Все, что останется в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Также понадобится крышка меньшего размера. Но про это изобретение вы вряд ли слышали. А теперь, внимание, вопрос. Что за предмет находится в черном ящике, и что еще из него сделали, кроме миксера, вы должны ответить через одну минуту? Вот этот вопрос я знаю, он красивый, но скандальный. Знатоки ответят не точно. Блин. Значит, банка... То есть, значит, миксер можно сделать из этого. Берется банка. В нее кладется некий предмет, у которого удалена нижняя часть. Затем на эту банку натягивается... Наташа говорит, что заменяли дрелью когда-то. Это хорошо. Значит, в банку кладется предмет с удаленной нижней частью. Банка закрывается полиэтиленом с дыркой. Ну, крышкой полиэтиленовой с дыркой. Это крышка для банки. Полиэтиленовая крышка? Да. А мне кажется, что это просто как кусок полиэтилена натягивается, знаете, как... Нет, это точно крышка, потому что дальше там говорится, что потребуется еще одна крышка размером поменьше. Еще одна крышка размером поменьше. А есть полиэтиленовые крышки для банок? Конечно. Это вот эти вот, да? Ну, такие пластиковые... Да-да-да-да-да. Ну, то есть, не металлические. Я себе пытаюсь это визуализировать. У меня почему-то в мысли какой-то штопор, но это не то. Ага, и банка, да, на 0,5, верно. А-а-а... И банка на 0,5. То есть, маленькая. Что туда вообще влезет? То есть, ну, что-то буквально вот размером с телефон ваш, да? 0,5 банка, ну, это даже вот как стакан чуть больше. В два раза вот такой вот. Ну, поши. Дрельный, это хорошо. Господин Азамат подтверждает, что было банка, в которую что-то опускается. То есть, для чего нужна вторая крышка? Чтобы туда это опускать, или чтобы сливать, или чтобы, не знаю, как-то там провод вытягивать, туда подтянуть. То есть, из этого миксер что-то, что болтается, что-то, что вибрирует, что-то, что крутится. И почему-то удалить нижнюю часть. То есть, это что-то, как бы, типа, ставится. Удалить нижнюю часть. Можно взбалтывать саму банку, а внутри что-то вроде шариков. Краска-пульт версия. Этот пульверизатор, как он там? Как миксер. То есть, что-то вот, что вот так вот. Давайте еще раз прослушаем вопрос, чтобы нам прямо визуализировать эту фигню. Но это, блин, сложный вопрос. Литровую банку. Так, с топой. С открытой полетишкой с отверстием. Да, хорош. Черный ящик очень маленький. Господа, в черном ящике сейчас находится предмет, из которого авторы книги «Три тысячи полезных советов» предлагают сделать миксер. Для этого нужно удалить нижнюю часть этого предмета. Все, что останется, господин Сиднив, поместить в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Вы не записываете? Также понадобится крышка меньшего размера. Очень быстро, господин ведущий. Так вот там крышка меньшего размера не закрывает эту банку. Удалить нижнюю часть предмета. Все, что останется, в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Также понадобится крышка меньшего размера. Но про это изобретение вы вряд ли слышали. А теперь, внимание, вопрос. Что за предмет находится в черном ящике, и что еще из него сделали, кроме миксера, вы должны ответить через одну минуту. Слушайте, может это реально Юла, и из него сделали волчок, который вот этот вот у нас буквально... Ага, хорошо. Что у Юлы там можно нижнего удалить? Что нижняя часть Юлы? То есть волчок вот этот, он сделан буквально из Юлы. Ну, у Юлы нижняя часть, она же стоит на такой как бы узенькой, как это назвать, ну не ножке, но представляете себе, да, Юлу? На чем она крутится? Да, у нее какая-то там типа ножка. Так, господин Назамат пишет, что слышали что-то. Как там было, вряд ли слышали. Что-то он такой вот... Что вы вряд ли слышали что-то об этом. Давайте вот эту последнюю штуку, прям последнее... Изобретение вы вряд ли слышали. А, еще раз. Что за предмет находится в черном ящике, и что еще из него сделали кром... Еще из него сделали... А что такое? ...банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Также понадобится крышка меньшего размера. Но про это изобретение вы вряд ли слышали. А теперь, внимание, вопрос. Что за предмет находится в черном ящике, и что еще из него сделали, кроме миксера, вы должны ответить через одну минуту. А, вряд ли слышали про это изобретение. Ну, потому что оно какое-то ультракринжовое. Это, знаете, как тебе такое изобретение, Илон Маск? А у меня была идея про очмелые ручки. Да-да-да, еще очмелые ручки. Значит, смотрите, что у Юлы. Юла, она такая, да? Две вот такие вот конусообразные штуковины. Вот если нижнюю часть удалить, останется верхняя пластина, вот эта крышка, и там внутри что-то вращаться точно будет. Вот. Ну, то есть там будет поворотный вот этот механизм, который вот эту Юлу вращает. И как раз через эту дырку в полиэтиленовой крышке можно эту Юлу вот этой нижней частью вот так вот опустить. То есть верхняя пластина здесь будет, и туда вот эта фигня вся опустится. Мне нравится, слушайте, по-моему, очень круто. Да, мне нравится Юла, и нравится идея, что еще волчок сделали из Юлы тоже. Так, вряд ли слышали про миксер, а не про... Ну. Я думаю, как раз он и говорит, что про это странное изобретение вы вряд ли слышали, а вот есть еще кое-что. Да, а про Юлу с волчком слышали. В общем, отвечаем, что там Юла, и еще из нее сделали волчок. По-моему, очень круто, очень красиво. Я думал, вентилятор вообще... А что отломить с нижней частью? Должно что-то вращаться, да? А что значит снять у него? Было бы вряд ли им... Слушай, а может Юла? Виде мало. Советы чудовищные. Волчок? Советы чудовищные. Из сапога делают что угодно. То есть это какой-то переворот вообще сознания. А что еще могут из него сделать? Новогодняя игра. Юлу? Юлу, да. А, Юла, тем более ребенок. Тут ребенка просто с собой захватили. То есть если вот эту штуку убрать, да, на нее... Ну, вот ты ее покрутишь. Не обязательно такая, Юла. Юла просто вот такая. Еще что можно крутить? Крутить неожиданно. Так, ну, знатоки по нашему пути пошли. Что еще вращается? Вращается, кроме вентилятора. Бритва мимо, вентилятор не знаю. Бритва мимо, вентилятор мимо. Мик, это самая, электрозубная щетка. А что нас спрашивали? Что сделали у этого? А мы еще сделали. Это черные блящики, да? Да. Значит, вообще волчокик на столе. Ну, как говорит нам, браво. Ну что, Саш, попробуем. Отвечает Александр Друзь. Господин, мы не слишком уверены, но мы думаем, что в черном ящике волчок, а еще из волчка в программе «Что, где, когда» сделали, ну, такой своеобразный датчик случайных чисел, который выбирает... А, они... Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Чем-то не... Господин Сиднев, я обращаю ваше внимание, что Борис Левин предлагал вам версию «Юла», а господин Друзь ответил в черном ящике «Волчок». Это не одно и то же, господин Мальчик? Вы... «Юла» и «Волчок» — это одна и то же. «Волчок» из «Юлы» сделан. А теперь, внимание, правильный ответ. Еще раз. Господин Друзь, послушайте внимательно вопрос. В черном ящике сейчас находится предмет, из которого авторы предлагают сделать миксер. То есть вы хотите сказать, что из «Волчка» авторы предлагают сделать миксер? Если здесь снять нижнюю... Из этого предмета у изобретателей получился миксер. На всякий случай посмотрите на экран, чтобы вы себе представили, как это выглядит. Вот эта верхняя осталась. «Юла», у которой убрали нижнюю часть и вставлена в банку. Получится миксер с помощью двух крышек. А теперь, пожалуйста, черный ящик. Это детская «Юла». У них там «Волчок» лежит в ящике. Так, тишина, тишина. А, господин Климович, я вам сейчас объясню разницу. Это Климович. Детская «Юла», из которой 37 лет назад Владимир Ворошилов сделал «Волчок» для игры «Что, где, когда». Что такое «Юла»? Это то, что находится в черном ящике. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Диана, достаньте, пожалуйста, от того, господина... Там «Волчок». Нет? Или это прямо «Юла»? Это называется «Юла». А, там классическая «Юла» как-то это. Мы сказали, что в черном ящике то, из чего сделали «Миксер», и то, из чего сделал изобретение Ворошилов. А «Волчок» это то, господин Поповский, одну секундочку. А «Волчок» это то, что сделали из «Юлы» со стрелкой. Вот это «Волчок». А теперь, господин Поповский, прошу. Господин ведущий, я думаю, что можно открыть любой словарь и посмотреть, что это абсолютно синонимы. Просто «Волчок», «Юла» — это разновидности игру. Их разновидности бывают разные, а это слова синонимы. Нет, это не слова синонимы. Это не слова синонимы. По сути вопроса... Нет, господин, секунду. То есть вы хотите сказать, что если «Юла» и «Волчок» — это синонимы, то Ворошилов из «Волчка» сделал «Волчок». В этом было его изобретение. Понятно. Господин Кузовлев. Господин Поповский, я вас понял. Подождите. Ну, это будет очень долго, господин Поповский. Я ваше мнение понял. Господин Кузовлев, прошу вас. Господин ведущий, я не очень хорошо знаю правила клуба. Для меня «Волчок» — это нечто похожее на «Юлу», но которое отсутствует... Но с стрелкой. Нет, секундочку. На которой отсутствует ручка, которая нажимается сверху. Это такая целостная игрушка, которая просто крутится. Итак, ваше резюме. Если можно, я переиграл бы, но как... Нет, переиграть нельзя, нет. Итак, решение... Ольга, как вы считаете? Все равно вы составляли вопрос, а ответить нет. Вы уже давали свой ответ. Прошу. Нет, я просто... Господин ведущий. У меня... Да, господин Поповский, тут коротко. Я вас прошу, мы уже 10 минут обсуждали. Очень коротко. Вот правильный ответ тот, который находится в черном ящике. В черном ящике находится предмет, который стоит на столе. Стрелка бы туда все равно не влезла. Вопрос... Это... Проблема только... Не точной формулировки, но ответили они совершенно правильно. Спасибо. Нет, одну секундочку. Ну, «Волчок» со стрелкой туда действительно просто не влезла. Ну, это было понятно, но все остальное на столе стоит. И это было в черном ящике. То, что в черном ящике... Ольга, скажите вашу точку зрения, а потом я приму решение. Ну, первоначально из источника была «Детская юла». Из источника, из книги, откуда я брала вопрос. То есть, вы считаете, что они ответили неверно? Ну, наверное, надо отвечать точно, что спрашивают. Раз нельзя так считать, то все, что, ребят... Единственное, что я могу дать, что в Питере, в отличие от Москвы, Юлу называют «Волчком». Ребят, оба! Все, ребят, не зритель, как сказал, ребят, ну что? Да, вот она! Один-один! Так, господа, мы суперкрутые. С подачи господина Азамата. Вот это прям очень круто. Очень круто. Мы докрутили, визуализировали и, в общем, подвели к логике. Прям полностью разобрали эту Юлу визуально. И, в общем-то, все получится. Я только не понял, нахрена там крышка меньшего диаметра. Вообще не понял. Да, я тоже. Значит, они как ответили? Я вот что-то я уже забыл. Он сказал, что в черном ящике лежит волчок. А-а-а. И тому ему не засчитали. А он считает, что волчок и Юла — это синонимы. Но в контексте ЧГК волчок — это то, что на столе стоит. Ну, то есть волчок, который выбирает... А что, по их мнению, сделали с этим волчком? Волчок. А-а-а! Ну, типа, ну, миксеры. В общем, они ответили не совсем четко. Мы более четко дали ответ, что действительно Юла, из нее сделали этот странный миксер. И из нее же сделали волчок для ЧГК. Ну, вообще, волчок — это действительно Юла. Угу. Просто волчок ЧГК-шный — это не волчок. Это просто рандомайзер, короче. Ну, условно, да? То есть это Франкенштейн волчка. Крышка меньшего диаметра, чтобы взбалтывать то, что в банке. Крышка размешивает. Большая крышка-закрывалка. А, маленькая крышечка, что ли, она как-то используется там. Ольга говорит, что аж подскочила на версию Азамата. Азамат — это очень круто. Да, это здорово. Это офигеть, как круто. Вот, ну, слушайте, класс, 1-1. Угу. Это очень сильно. Так, пишу. Юла. Мы ответили точно правильно, полностью. Но на такамы я бы тоже, конечно, зачитал, потому что... Вот это не волчок, который... Я удивился, что они достали из черного ящика волчок. Волчок. А он не волчок, он юла. А это буквально тот же волчок, который на столе стоит. Но я так понял, что это как раз не разобранный. То есть это исходная юла, из которой Ворошилов сделал вот этот волчок, который чегакашный. В общем, им бы, наверное, тоже стоило засчитать. Вот. Но у нас вообще вопросов никаких. Да. Ну, как нам пишут, что Крюк пожалел девочку, вероятно, это действительно так. Что ребёнок второй раз приезжает на ЧГК. Господин Азамат говорит, что у него бьётся сердце, что он попадёт на резку. Слушайте, это очень хороший вопрос. Я думаю, что надо его резать будет. Я что-то обленелся на праздниках резать и понимаю, что надо резать. Вот. Я это, знаете, в зависимости у меня от просмотра, количества просмотров, вот эти статистики все. И, в общем, надо нарезать. Вот. Всё, поехали дальше. Счёт 1-1. Ольга Ляхова вместе с дочкой Дианой победили. Счёт становится 1-1. И, тем не менее, я хочу обратить внимание... Там Левинова успокаивают. Аскерова. ...команды Виктора Синева. Господин Синева, понимаете, здесь есть ещё психологический момент. Мы тоже отец Юла называли. В заключении обсуждения произносился точный ответ Юла. А дают другой ответ Волчок. Значит, по какой-то причине... По какой-то причине господин Грусь считает, что есть разница, и назвал это по-другому. Господин Левин давал... Вы мне мешаете, Климольч. Я разговариваю... Господин Левинова после этого исполняет. Господин Левинович, в любом случае решает телезритель. Это его вопрос и его право решать. Тон Драган, господин Эмберт, как в вашем городе называют это приспособление? На специальном складе Банка Москвы накапливались денежные средства. И на данный момент в призовом фонде, давайте посмотрим, 1 миллион 66 тысяч рублей. Эту сумму разделят между собой телезрители, которым удастся сегодня обыграть знатоков. Третий раунд. Уважаемые телезрители, я поясню про фонд поподробнее. Если сегодня телезрители... Точком мы называли два соединенных конуса. Его рукой раскручивали. Это в Латвии. Наташа, вы же родились в Латвии и все детство там провели, да? Оказывается, волчок раскручивается с помощью веревки или руки, а Юла начнет вращение, если опустить ее ручку. Это в фильме «Начало», да, был волчок, получается? Так, господин Наташа подтверждает, что у них в Латвии так называли. Ну... Болчком двадцать недельных конуса. Егор... А, ну, собственно... Да? Да? Просто видите, Друзь говорит, что у них Юлу называли Болчком. Три вопроса по двадцать секунд размысления не на каждый играет один знаток. Кто остается за столом? Суперблиз, господа. О, Друзь. Чтобы одержать победу в этом раунде, Александр Друзь должен ответить на три вопроса подряд. В начало волчок. В зимней серии госкорпорация «Русатом» учредила приз для знатока, который сумеет одержать победу в Суперблице. В путешествии к Северному полюсу на крупнейшем в мире атомном ледоколе 50 лет победы. «Русатом»... Красиво. ...корпорация «Знания». И у нас сегодня... Дела с ручкой. Ага. Сергей Кириенко. Добрый вечер. Оба-на. Кириенко? Офигеть. Господин Кириенко... Как время, конечно, меняет жизнь. ...если господин Друзь не выиграет Суперблиц? Ну, а зачем вы так пессимистически настроены? Я в него верю. Спасибо. Нет, ну а если... А если проиграет, то что будем делать, вы потом решите. Ну, а если проиграет, то значит выиграет телезритель, значит приз получит телезритель. А, сегодня телезритель получит приз. Тогда самое время объявить, кто против вас играет, господин Друзь. Это аспирантка Инна Лисова, город Витебск, Белоруссия. Добрый вечер, Инна. Добрый вечер, господин ведущий. Скажите, пожалуйста, вы пишете диссертацию, да? Да. На какую тему расскажите? Тема называется «Немного сложная». Неофициальные антропонимы белорусского поозерия. Она связана с неофициальными формами имен. А какие неофициальные формы имени? Вот у Александра какая неофициальная форма? Масса. Самые модные считаются ориентированной на западный манер. То есть Алекс, Акс. Очень модные сейчас, как и были много лет назад, Саша, Лексаша. И чем вы занимаетесь? Вот есть у Александра такие имена. И чем вы занимаетесь? Я пытаюсь выявить разные факторы, которые влияют на преобладающие формы, которые в разных районах бытует по-разному. И пытаюсь рассмотреть функционирование, особенности в каждом регионе. Вы знаете, Инна, я все понял. Спасибо. Инна, я обратил ваше внимание, что господин Кириенко сказал, что если господин Друзь не сможет ответить на три ваших вопроса, то вы отправитесь на Северный полюс. Вы готовы морально? Учитывая то, что здесь очень сильный мороз, я думаю, я уже подготовилась. Итак, господин Друзь, в пекинской опере Циньцзуй традиционно нет декораций. Повседневные реалии доносятся до зрителя символически. Внимание, вопрос первый. Инна Лисова спрашивает, что в пекинской опере означает движение актера по кругу с плетью в руке? Часы? Да, мне тоже кажется, что это время идет. С плетью в руке двигается по кругу, типа минутная стрелка. Да, да, похоже, визуально похоже на часы. Часы, усы, весы. Чеченько и сплиц. А, господа, как вам кажется? Ну, вот времени, да, да, что время прошло. Потому что обычно декорации же меняются, как вот в кино мы видим, что там лето, осень, зима нам показывают. В театре тоже могут поменяться декорации, а здесь нам сказали, что все символически. Время, сто процентов. Часы или время? Ну, время, потому что нет смысла показывать часы, да, мы показываем именно ход времени. То есть, он как часы. Еще вариант солнца. Да, я понял солнца. Но солнце тоже можно как часы, да, в какой-то степени показать. Ну, типа, она крутится. А погонять кого-то? Скот? Да, давайте попробуем проплеть вообще. Подумать с другой стороны. Вот, скот погонять, какую-то работу, я не знаю, сезон какие-то, время года. Погонять кого-то. Погонять кого-то. Так, что еще может быть? То есть, он движется по кругу с плетью в руке. Вот, знаете, часы, если прямо совсем, да, то есть, он должен на месте стоять и крутиться по кругу. А тут как будто он ходит по кругу. А непонятно. Ну, я сначала представила, что он крутится именно. Что он на месте крутится. Движется по кругу. Ну, вот можно действительно по-разному трактовать. Можно, что он на месте стоит и по кругу двигается. Ну, крутится. Вращается. Как волчок. Да. И, кстати, может реально волчок. Символизирует. Символизирует, да. Или он по кругу ходит. Но даже если он по кругу ходит, с плетью в руке. Почему плеть? То есть, что-то бьет, больно погоняет. То есть, тоже тебя как-то это давит на тебя. Давайте еще раз вопрос, да, послушаем. Но мне пока часы нравится. Так, сейчас. Повседневные реалии доносятся до... Итак, господин Друзь, в пекинской опере Циньцзуй традиционно нет декораций. Повседневные реалии доносятся до зрителя символически. Внимание, вопрос первый. Инна Лисова спрашивает, что в пекинской опере означает движение актера по кругу с плетью в руке? Ну, по кругу с плетью в руке, то есть он действительно по кругу ходит. Типа, вокруг, вокруг ходит. С плетью в руке. А это вместо декораций. Давайте подумаем, какие декорации он может заменить. Вообще, как время... Время, циферблат. Ну, да, эту версию все закрепили. Просто показывать время и декорациями ты не покажешь. Как? Покажешь? Как раз декорациями. Я же вам говорю, в кино вам всегда показывают, если год прошел, у вас будет там весна, зима, осень меняться. А в театре? Тоже поменяют. У вас были там березы, стали, голые деревья. Плеть сзади волочится, это тень. Время, в общем. Смотря какая плеть. Давайте не будем тянуть. Лучше ничего не получилось. Обычная жизнь, прошел день или прошлая жизнь. Давайте, значит, время. Ну, это типа символ часов. Но показывают переход времени. Время прошло. Левин знает. Прошу. Я предполагаю, что движение актера по кругу с плетью в руке означает, что это символически показывает, как он скачет на лошади. Эх ты. Движение по кругу с плетью в руке означает езду на лошади. Продолжаем супер-блик. Офигеть. Вау, вот это да. Ольга говорит, что они так в лошадок играли с веревкой. А, вот оно. Это как привязать наших коней у Виктора Пелевина, помните? Слушайте, но это слишком опрощение получается, да? То есть они буквально какие-то микро вещи показывают. Окей. Мы более символически смотрели. Более абстрактно. Мы этот раунд уже проиграли, его уже нам не за честь. Но остальные вопросы мы продолжаем играть из этого супер-блица. Так. В общем, все. На счет 1-2 не в нашу пользу. Господин Друзь, Иоанна Лисова интересуется, что в пекинской опере означают приседания актера с лопаткой в руке, который имитирует при этом большое напряжение. Актер имитирует большое напряжение с лопаткой в руке. Лопаткой-то маленькой, что ли? Ну да, как будто бы. Оу. Ну, все что угодно может быть. Лопатка. Не знаю, там кирпичик кладет. Стену строит. Могилу копает. И он приседает с этой лопаткой, да? Он приседает с лопаткой в руке и показывает, что, типа, сильное напряжение такое. Типа, тяжело ему. Вскапывает землю. Ну, исходя из этой логики, да. Да, тут должно быть что-то физическое, прям, буквальное. Тяжелая ручная работа. Ну да, как-то земледелие. Роит яму, да. Ну, давайте так ответим. А сейчас скажут, что-то там, знаете. Скоротечность бытия. Ольга, ну слушайте, ну и с этими, с часами-то было не сильно перекручено. Копает грести. Товарищ эскаватор. Эскаватор. В общем, роет яму. Ну да, яму, он, типа, ниже. С вас, 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 да. Прошу. Ну, например, я могу предположить, что эти движения с лопаткой в руке имитируют то, что он копает этой лопаткой яму. Приседание актера с лопаткой в руке, который имитирует при этом большое напряжение, означает то, что он роет яму. Ну, копает землю. Внимание, правильный ответ. Ой-ой. Господин Левин, а у вас какая версия по этому поводу? Нет, та же, что у Друзья, потому что, ну, какая бы ни была... А приседание здесь при чем? Нет, я просто не буду отвечать своей версии, потому что Саша уже дал, спорю. Молодец. Господин Друзь, а приседание здесь при чем? Ну, потому что... Копать можно показать... Спросил, и, блин, не дает ему ответить. ...с лопаткой, а тут приседание. Ну, ниже становится, ё-моё. В яме стоит. Роет себе яму. Приседание актера с лопаткой в руке означает, что он плывет в лодке. А лопатка весло. 2-1 в пользу телезрителей. Ядрём батон. Не, ребят, это трэш какой-то. А Ольга говорит копать, грести. Во-первых, победила и будет претендовать. Ну, извините, в качестве весел можно что-то взять другое. Хоть ложку, блин, или вилку. Да, мне не нравится этот вопрос. Зато какая довольная телезрительница. Счастливая. Поедет на Северный полюс. На ледоколе. На Северный полюс, на атомном ледоколе Росатомфлота. Ладно, ребят, тут как бы приседать, когда гребут, не приседают. Не, он типа сидя, потому что гребёт. Три раунда прошло. А, он типа сидя, а он на самом деле стоит. Сейчас я возьму музыкальную паузу, господин Друзь. А вас я призываю, призываю, перестаньте переживать. Улыбайтесь, сейчас музыкальная пауза, прошу вас. Да я, в общем, не переживаю. Крюк сегодня противный. Как обычно. Так, тут кринжатина какая-то. Это сам крюк? Так, ребят, давайте не будем это смотреть. Это прям какой-то трэш. Да, нечто стратное. Без комментариев. Без комментариев. Друзь. Друзь, вы нравитесь? В команде знатоков сегодня нет женщины, а в команде телезрителей только один мужчина, который, кстати, уже проиграл. Таким образом, можно сказать, будет ещё и борьба полов. А играет сейчас по стрелке Минск. Против вас играет Валентина Мазанек, город Минск, Белоруссия. Белоруссия. Меня обрадовала отношения, взаимоотношения между знатоками, дружелюбная атмосфера. Что меня огорчило, скажу честно, я знала, что у вас помещение маленькое, но не думала, что на столь. И я, и мои друзья, и мои родственники, многие очень любят эту программу. И смотрят её глубоко ночью. Вот это немножко расстраивает, что... Ну, сегодня пораньше. Ну, сегодня пораньше. Так вот, расстраивает именно то, что программа, во-первых, идёт настолько в сжатом помещении ночью. То есть не все желающие, вот подрастающее поколение могло бы смотреть, воспитываться. Часто она вообще в записи идёт, блин, 12 часов. Они уже спят, когда идёт какая-то программа. Ну, что здесь делаешь? Ну, с другой стороны, вы знаете, есть интернет, может уже... Детвора могут искать в интернете то, что она хочет. А сейчас давайте перейдём к вопросу вашему. Господа, недавно в Германии стали выпускать, посмотрите на экран, балконные стулья. Видите, внешне обычный стул. Но на него никто не садится. Стоит себе и стоит на балконе. Внимание, вопрос. Для чего же тогда он нужен, такой стул? Стоит на нём что-то. Ну, типа там, кушаешь, кофе пьёшь, чай. Так, открою сам стол. У него... Завтрак. ...какая-то очень странная форма вот этой хреновины. Ага. Балконный стол. На него никто не садится. Да он сказал прямо? Да-да-да. Хотя есть спинка, есть сидушка. Может, там пиво какое-то на нём хранят? Ну да, как будто что-то стоит, еда, питьё. А ещё вот тут вот хорошо что-то вот так вот поперёк ложится. Вот в это вот углубление, да? То есть оно прямо удерживается. То есть если бревно положить, оно не будет скатываться. Для цветов. Бельё развешивать. Бельё развешивать можно и на стуле в доме, как все мы делаем, собственно. Для цветов. Цветы не очень понимаю как. Ну, просто поставили туда... Этот... Горшки. Горшки, да. Ну, вот почему-то форма у него такая очень. Fusion. Да-да-да. И спинка есть ещё. Угу. Что вообще на балконе можно? Курить? Ну, какой-то как завтрак на балконе. Там, не знаю. Работать. Вы им как верёк для ноги или коленки? А-а-а. У меня учительница в Германии живёт, господа. Я знаю. Ольга, вы знаете это потому, что... Учительница в Германии живёт. Мм. Не потому, что вы знаете ответ на этот вопрос, потому что смотрели. Если, знаете, не потому что смотрели, то давайте ваша версия. Мало одной ноги, но обычно-то две ноги кладут. Ну, да. Тогда, может, скамеечки для ног всякие. Это тоже бывает. Германия. И при этом спинка для чего-то всё-таки есть. Что это? Может быть, ей как-то накрывают что-то? Нет, не с эфира. Тогда отвечайте, Ольга. Это... Тогда это можно так. Это ваше ценное знание. Мм. Спинка вот эта вот. Может, его как-то переворачивают. Может, реально накрывают что-то, ставят туда что-то накрывают? Не знаю. Охлаждают что-то там или наоборот согревают или... Аквариум, животные. Стоят просто на балконе, прямо в углу. Мм. Никто не садится, сказали, да. Ммм. Так как холодильники у нас используют на балконе, тоже корзины. Ну, я просто накидываю версия. Да-да-да-да. Смотря в какой сезон это просто. Первое, что мне пришло, это действительно, что они там что-то как столиковые используют. Но тогда почему стул? Тоже непонятно. Какая-то табличка, на которой может написать что-то. От воров. Ммм. Кстати, если... Не накрыть, и что там действительно будет казаться, что кто-то сидит на балконе. Что-то такое. Но на нем никто не сидит, да? То есть он как пугало типа имитирует, но... Ну, как у меня тут. Как-то в Германии щепетельно относится к внешнему виду зданий. Это антенна. О-о-о-о. Ну, типа телевизионная какая-то вот такая, да? Принимает сигнал просто. Ничего себе. То есть, чтобы на фасад не вешать, как у нас это делают, ставят на стуле. Очень круто. Ну, слушайте, тут... Я не знаю, как до такого допереть можно. Это очень сложный вопрос. Сложно, да. Вот это, да. Да. То есть вот эта штука выглядит очень странно, да? То есть я подумал, что это какая-то табличка. А это вот антенна буквально. Вот так. Вот так. Давайте отвечать, Ольга. Ну, тут ваши знания, конечно, сильны и... Целуем. Да, запрещено на фасады. Ну, да. То есть у них там нужно получить согласование от всего дома, чтобы ты что-то на фасад прилепил. И еще от пластия, наверное, каких-нибудь. Давайте отвечать. Очень круто. Но очень сложно. Видите, внешне обычный стул. Но на него никто не садится. Стоит себе и стоит на балконе. Внимание, вопрос. Для чего же тогда он нужен, такой стул? Кормушка для птиц. Хорошо. Что там в спинке? А вот там что-то какая-то... Что вставляется? Вашна или нет? Ребят, знаете, вот верхняя часть похожа на антенну вообще. Ого. Потому что это вай-файная штука. Слушай, а им нельзя антенны на стенке вешать, как у нас. Видите, тогда это вай-файная антенна. А вот этими регулируется все правильно. Так, еще варианты. А где кабель тогда от нее, если это антенна? А это многое зачем? Ну как, где-то от антенны. А вот, кстати, вот тебе санифидор. Хорошо, еще варианты. Может, для животных, для каких-то? Ну, кормушка, да, откидывается. Да, вообще, очень похоже. Может, очень похоже на это, на приемные. Чтобы дети, попав на балкон, не на перила лезли, а на стул. Может, воров отпугивает тех, кто лезет через балкон, может? Нет, смотри, вот эти... Слушайте, очень интересно. Ну да, она ее вознаграждает. Понятно. Еще что? Еще. Еще. Просто спутниковая. Так, еще вы. Для меня антенна, конечно, круглая должна быть. Если телевизионная. Триколор ТВ. Ну, мы посовещались и решили, что этот стул исполняет функцию спутниковой антенны. Дело в том, господин Леонид, что в Германии запрещено устанавливать на фасадах домов спутниковые антенны, которые портят внешний вид здания. Поэтому и решили... Ох, такой галантный. Валентина, вы проиграли. 2-2. На столе счет 2-2. Идем вровень с изнутоками. Приготовила приз лучшему игроку команды Виктора Сиднева. Внимание на экран. Добрый вечер. Я хочу вручить вот эту книгу лучшему игроку команды. Я думал, ты ведущий, умники и умницы. Это Канчаловский. Чехов. Жизнь. Это одна из моих самых любимых книг. По простой причине. Вернее, по сложной. Этот автор написал книгу о Чехове. Так, господа. Слушайте, ну, вопросы реально сложные. В финал году все-таки. А с театром этим, конечно, шляпка какая-то. Ну да, что лопаточка им гребет. Мы придумали версию сильно круче. Она такая метафоричная, красивая. А тут он буквально, блин, на лошади скажет, что что за фигня. Вот. И с вот этой машиной для ходьбы у нас версия сильно лучше. С машиной для ходьбы у тебя нет возможности отсечь штаны или у него портятся, обувь, или он просто падает, или все это вместе. Ты не можешь отсечь. Да. Но там буквально нарисован падающий человек. И с этой точки зрения, конечно, сильно лучшая версия именно падения. Мы, люди из 2024 уже года, знаем, что все эти самокатчики люди опасные. Ждем ваших... Ну ладно. 2-2. Продолжаем. Напоминаю вам состав команды. Борис Левин, Леонид Тимофеев, Леонид Климович, Михаил Дюба, Алик Альберсинский здесь был за столом в 2007 году. Кстати, очень... Веземский это кто? Это ведущие умники и умницы. А, все. Круто. Ну, понятно, первый канал. Троицк. Для тебя вопрос. Против вас играет инженер Екатерина Калашникова, город Троицк. Как раз из Троицка. Добрый вечер, Екатерина Калашникова. Добрый вечер, господин Веземский. Ваш конверт указывает на то, что вы прислали свой вопрос по электронной почте. Посмотрите, уважаемые знатоки и уважаемые телезрители, на столе и вот на мониторе вопрос Екатерины Калашниковой. А теперь на столе давайте посмотрим. Тоже еще есть два вопроса, которые пришли по электронной почте. Теперь вы это можете обнаружить по внешнему виду письма. Катя, скажите, а то, что вы прислали по электронной почте, означает, что вы живете в интернете? Нет, я с ним работаю. Я живу в Троицке. Екатерина, я знаю, что Александр Друсь ваш любимый игрок. Если вы хотите, вы можете, пользуясь случаем, что-нибудь спросить у Александра. Потрогать его, если... А почему он вам нравится? Почему я иду новым? Ну, трудно сказать. Я смотрю передачу как бы с раннего детства. Мы в Троицке было, ничего себе. Ярких воспоминаний, мозговые штурмы, мне очень запомнилось. Ну, хорошо. А скажите, а вы рассчитываете вообще обыграть Александра, друзья? Я надеюсь только на красивую игру. А сейчас, внимание, мальтийский блок. Кто мальтийский? Блок. Блок. Посмотрите. Подлинные блоки делаются из кораллового известняка, как и вся стена дома. Они довольно тяжелые, поэтому мы сделали похожий, но полегче. Посмотрели? Господин Ильич, вы сказали, что мальтийский блок. 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 А мы слышали гроб. Мальтийский гроб. А вы что услышали? Гроб. Не, ну что вы. А теперь, внимание, вопрос. С какой целью жители Мальты закладывают в стену дома вот такой блок? О, какой-то, ну, с дырочками там. Да, ну может, вентиляция какая-то. С какой целью? И там еще с изгибом. Сейчас. Вот. То есть, они такой блок в стену вставляют. То есть, это вот буквально отверстие, которое соединяет улицу и дом. Трубопровод. Трубопровод, да, правильно? С отверстием. Так. И оно изогнутое почему-то. Но он правда как на трубу похожа. Трубы вот такие изогнутые бывают. Но это буквально дырка на улицу. То есть, там не нужно трубу саму по себе. А! А! То, что сбор воды? Сейчас, я сообразить пытаюсь. То есть, это может быть как внутрь эти отверстия, Так и вдоль с фасада. Что мы про Мальту вообще знаем? Там тепло. Жарко, да? Жарко. Для животных какие-то ходы. Может, это что-то с температурой связано. Охлаждать как-то. Согревать, охлаждать, выводить. Или действительно может сбор воды, чтобы у тебя домой прям текла дождевая. У них с водой проблема. Так. Так, водоотводы в стенах сразу. Смотрите, давайте подумаем, как этот блок встает. То есть, вряд ли он будет вот так вот лежа. То есть, вот в таком виде, как он здесь указан, вот если их вот так вот друг на дружку ставить, то есть, вот это отверстие будет идти горизонтально. Наверное, нет. Скорее всего, оно должно идти вертикально. Да, его нужно поставить вертикально, и действительно, по-незакому может течь вода, если... Ну, если мы про воду, можно какой-то как желобок сделать, чтобы вода... Ну, вообще странно, от воды же будет разрушаться или нет. Что там сказали, известняк некий, коралловый, из-за известняка сделанной стены в блоке. И такое ощущение, что это, ну, очень старое изобретение. То есть, это реально может водоотвод какой-то. Но почему он с таким изгибом? То есть, это реально вертикальная штука, соответственно, этот блок, скорее всего, на фасаде, то есть, на улицу смотрит. Капсула времени. Кстати, прикольная версия, тоже может быть. Может, обогрев для стен, змеевик получает. О, змеевик! Или серпантин. Ракушечник. Нет, там не ракушечник, какой-то он сказал, коралловый, коралловый, свесняк. Коралловый, свесняк, да. Чтобы это не значило. Слушайте, ну, вода. Если с водой действительно проблема, может быть, и воду они собирают. Может быть, охлаждают жилище. Что это еще может быть? Ну, какая-то вентиляция. Давайте подумаем, почему. То есть, если снаружи, то, скорее всего, это как-то с водой связано, там, водоотвод и все такое. А если внутри, наоборот, вот этот блок. То есть, блок точно будет стоять вертикально. Ну, вот, господи, как он у них сейчас. Точнее, нет. Еще раз. Блок будет стоять вертикально. Вот так вот. Потому что вот так вот его держать. Слишком толстая стена получается. Это вообще нерезонно и бессмысленно в Мальте, где тепло очень. То есть, он стоит вертикально. Соответственно, эти водоотводы, вот эта штука, либо в одну сторону, либо в другую. Если правда для животных, для выгола собак, но очень... Ну, там не пролезет никто, кроме мышек, птичек. Смотрите, чтобы животные у нас были, надо эту штуку положить горизонтально и направить отверстие одной стороной внутрь квартиры, а другой на улицу. То есть, ну, опять же, горизонтально слишком большая... Слишком большие размеры, это вообще бессмысленно. Ну, реально, там, сантиметров сорок, а то и пятьдесят получается этот блок. А вода или температура вам больше нравится? То есть, ну, наверное, вода. Может, оно вот так и сделано, чтобы текло вот как-то. Видите, изгиб такой. Блин, ну, а вода как будто очень прям... С другой стороны, почему просто на улице бочки эти не поставить? Типа, зачем вам, чтобы вода в дом? Нет, нет, вместо труб... Да нет, это не в дом. Так, еще раз. Если положить эту штуку горизонтально, вот как она сейчас лежит, и направить эти одно отверстие на улицу, а другое в дом, так мы можем связывать улицу и дом, но слишком толстая кладка будет. То есть, эта штука поднимается вот так вот, вот так вот, и у нее этот домеевик либо на улице проходит, либо наоборот в доме проходит. То есть, он не связывает улицу с внутренностью дома. Окей, я просто видела это, что он вот так, просто вот так стоит, и, ну... Так, это вроде полблока, чтобы видно, отверстие было. Не-не-не-не-не, скорее всего, его прям выдалбывали в таком виде. И уже из такого собирали. Ну, сложно. Что думаете? За что мы можем зацепиться? Давайте посмотрим, как изначально его держит распорядитель. Часть трубы печной, колодцы, как там они называются, часть чего-то большого. Скорее всего, там даже печек... Не, ну, печки были по-любому для готовки. Давайте посмотрим. Александра, друзья. Я надеюсь только на красивую игру. Молодец. А сейчас, внимание, мальтийский блок. Мальтийский блок. Посмотрите, подлинные блоки делаются из кораллового известняка, как и вся стена дома. Они довольно тяжелые, поэтому мы сделали... Вот он стоит буквально вот так вот, в стене. Потому что у него узкая... Он узкий по ширине. И вдоль их вот так вот выстраивают друг за другом. Если его положить, то уже будет слишком толстая стенка. Ну, это вообще не... Нет, я согласна. Хорошо. Нет, я... Да, да. Просто интересно, что же это за штуковина. Штуковина. То есть вот буквально стоит такая штука, и этот змеевик будет либо на улице вот так вот проходить, как-то там вот так вот, либо в доме так проходить. Похожий, но полегче. Посмотрели? Господин, еще и скажем, мальтийский блок. 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 А мы слышали? Мальтийский блок. А вы что услышали? Гроб. Не, ну что вы. А теперь, внимание, вопрос. С какой целью жители Мальты закладывают в стену дома вот такой блок? Блок. Ну, как будто это должно быть именно на фасаде. Ну, тогда это рисунок, может быть, какой-то написать там. Привет. Не знаю. Год постройки дома. На фасаде. То есть внутри дома по-любому они эти блоки, ну, там, штукатурят, что-то там вешают, какие-нибудь ковры и все такое. Обои. Но не важно. Да, да. То есть вряд ли такой блок будет так же внутри выглядеть дома. Угу. То есть он, получается, на фасаде, снаружи. В стену дома. Это аналог кирпича, получается. Ну, да, да. То есть они вот из этих блоков вот так вот их ставят и друг за дружкой так хоп-хоп-хоп-хоп. И вот на одной из этих вот такой жёлоб идёт. Ну, значит, для воды. Я не знаю. Ну, тоже, почему не сделать обычные эти трубы? Как это делать? Ну, может, металла у них не было, может быть. Наверное, он хотел им показать это отверстие как раз, выемку в этом. Ну, да, кстати, вот тут дельный вопрос задают. Такой блок, он один, что ли? То есть если он один, то тогда не получится никакого водосборника, а просто будет какая-то вот такая вот одна выемка. Ещё господин Азамат спрашивает, такой блок один, что ли? Ну, типа их как, не уложишь. Да, и вопрос горизонтальный положил, но, наверное, не влияет. То есть тут уж как это, как взяли. Давайте если один такой блок, что там можно сделать? Вот он на улице. Представьте, что такая штука в единичном экземпляре. Тогда только капсула времени. Но не обязательно на улицу тогда. Остальные цельные нам показали. То есть он один буквально такой. Не знаю, ключи там хранить. Но он вот так довольно неаккуратно. То есть он не сказал такие блоки, да? Угу. Он сказал такой блок. Да, с какой целью мальтийцы вставляют такой блок? Малька тепло. Море. Солнце. Угу. И вот такой блок. Отдушина. Что, просто воздух? Ну вот, опять же, да, чтобы это отдушина, чтобы воздух связывать с улицей и с внешним, и с внутренней частью дома, этот блок нужно положить. И он тогда становится в ширину полметра. По-любому там кладка не полметра. По-любому там вся кладка вот такая вот узкая. Вот по вот этой части. Ну, может, его, конечно, как-то встраивают там. А там может быть, смотрите, жарко, плесень, сырость и все такое. Угу. Может, действительно, вентиляция? Ну, может и такое быть. Но наверняка у них есть окна. Они могут их открывать. Бог его знает. Почему-то он изогнутый. Угу. Ну вот, почему я за воду так зацепилась? Потому что изогнутый, как будто по нему может течь вода. Ну, понятно. Да, но... Но он один, если мы смотрим. Тогда, если один, вообще непонятно. Вообще все что угодно может быть. То есть это либо печная труба, либо вентиляция. Печная труба... Но она, конечно, все равно будет в теплых странах. Но... Зачем загибать? Можно напрямую. Кошки корм оставить. Рыбки что-то... Рыбаки что-то оставляют. Слушайте, может реально, чтобы кошка проходила? Ну, не слишком жестко для кошек. Они пролезут. Это нет. Это жесть. Ну, живого существа нет. Только змея заползет в такое. И то не факт. Вообще все каменное такое быстро изнашивается. Осыпается. Особенно ракушечник. Ну и... Коралловый известняк тоже, да? Угу. Не знаю. Может смотреть состояние. Как известняк держится или нет еще? Типа вот по этой... Ну, непонятно, короче. А, может эта штука показывает реальный износ как-то? Какой-то такой, знаете... Вот не... Прикладное что-то, да? Где буквально там отверстие. А вот что-то он показывает. Может они эту штуку чем-то другим замазывают? Какой-нибудь глиной там? Для сохранения или простой замены блоков. То есть он почему-то один. И он тяжелый еще. Но на кошачьи тело похоже. А не догнуться. Но... Ну, это жестоко. Жестоко, да. Для кошки можно... Можно щедрочку сделать вот эти вот... Какую-то... Вентиляция не нужна. Вентиляция... Ну, такая, знаете, принудительная. С такой... С таким... Ну, да, да. Отверстием, которое ты никак там не закроешь. Ну, заткнуть, конечно, можно. Хотя... Блин, вентиляция. Почему-то этот изгиб тут еще. Нафига он здесь нужен? Не могу понять. Сеть сушить. Ветер не будет сносить, наверное. Интересно. Что мы знаем о мальтийской кухне? Если этот блок индикатор износа, то зачем такой изгиб в нем долбить? Ну, да. Какой-то очень изгиб такой... Ну, да, да. Ну, типа, как он внутри, в срезе. Непонятно. Он, причем, видите, он прямо глубже, чем середина этого блока. То есть, он прямо такой основательный. Не знаю. Все-таки мне с водой больше всего нравилось. Остальное как-то совсем кажется нелогично. Я бы ответил... Не, с водой он один всего. Я бы ответил, что это дымоотвод, потому что у них не было трубы, например. Там какая-нибудь печка стоит в доме. Ну, это такая вентиляция, как вытяжка, типа. Перископ вставляешь и за соседями беспаливно наблюдать. Ну, да. Слушайте, ну вот смотрите. С водой... Это нужно как раз во внешней стороне как раз водоотвод. И длинно его делать. А может, канализация? Ну, узковатое отверстие тогда для канализации. Нет, слушайте, канализационная вот такая вот труба. Такая примерно. Ну, тогда может быть. Правда, не знаю, спросил бы господин Крюга таком. Мог, но, скорее всего, не спросил бы. Да, он однажды обиделся, когда знатоки ответили. Они приняли там... Там, в общем, какие-то картинки с морячком были, который по-разному там руки поднимал в разных позах. И знатоков спрашивали, зачем этот морячок. И знатоки ответили, что это реклама дезодоранта. На что Крюг очень обиделся. Он сказал, вы что, вы думаете, я бы вас про пот бы спросил? Про такую вот низменную там это. Прямо обругал их. И ответ был какой-то совершенно другой. Не знаю. Вообще. Сейчас я сижу и просто не знаю, что это. Но нам надо что-то ответить. Господа, что вам больше нравится из наших версий? Дымоотвод, водоотвод и вентиляция. Мне больше нравится дымоотвод. Ну, не знаю тоже. Может быть, это что-то вот специфическое, мальтийское, такое вот особенное. Мальтийский орден. Чего мы не знаем. Что мы знаем? Что мы знаем о Мальте? Южнее Италии находится. Между Италией и Африкой. Что-то там сушить? Да нет, как будто. Мне ничего не нравится. Все, что мы ответим, будет, скорее всего, неправильно. Давайте что-то хотя бы возьмем. Посмотрим знатоков. Блин, канализацию может? Вот канализации как-то получше подходит. Но тоже вот этот изгиб там не нужен, для канализации. Она маленькая. Он не сказал про оно большого, а сделали мини. Похоже на аквагорку. Не-не-не, блок такого же размера, просто они сделали более легкий его. А он изначально тяжелый. Короче, давайте ответим. Дымоотвод. Это прям вот вообще ни о чем. Давай про кота ответим. Реально как лежанка такая. Или кормиться. Да нет, какая лежанка. Слишком жесткая. Нет воды. Через них пролетает много мигрирующих птиц. Блин. Так, что отвечаем? Таш. Не, про кота мне нравится. Как бы не знают, что ответить, отвечая кота. Их все время завоевывали. Нет воды. Много птиц. Много птиц. Ну да, там перелетные. Военной базы всегда была. Но это что-то вот историческое такое у них. То есть это прям историческая, мальтийская какая-то кладка. Ну, Константин, выберите что-нибудь на ваше усмотрение. Ладно, давайте ответим. Водоотвод. Или дымоотвод. Дымоотвод, водоотвод. Прямо напрямую птица залезет. А с поворотом не залезет. А душина это у нас что получается? Ну, типа вентиляция. Ну да, вентиляция. Давайте вентиляция ответим. А где вентиляция, там и дымоотвод. В общем, все, вентиляция, поехали. Для кошки, ну. Что там? Что там дырка? Да, кукушка вот так вот вряд ли. Водоотвод. Ну вот такие. Вентиляция. В проводе вентиляция. Давайте вот так посмотрим. Куда этой штукой? Наружу или в доме? А унитаз? Может быть, чтобы стучать было вот это? Он у нас около двери. Нет, ну вот я знаю, что куда-то делал, что-то делал. В доме думали, что-то делал дома. Ну-ка, а в таком виде. Вот так вот, как канализация подходит лучше, да? То есть водоотвод какой-то. Да. Но... Как бы... Ну, давайте, дамы, вентиляция ответили. Ребята, вы что-то для кошки? Ну, это скорее, ведь как... Крюшка тоже давно. Ну, вот что, да? Вентиляция или... Вопрос, как он стоит, ребят? Да, так, где? Мне не нравится вообще про кошку. Вот так, наверное. Вот это наружность? Нет, а вот так не можете? Да, такая разница. Ну, как стоили? Я думаю, что вот так стоили. Положили так, но какая разница? Два еще таких будет. Слушайте, а если он так лежит, просто его... Ладно, чего это, может быть, вообще вот закладывают? Понимаешь, один закладывает. Хорошо, облегчение конструкции. Нет, 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 закладывает, это какое-то функциональное отверстие. Слухи, коммуникации какие-то. Не один, может быть, нет, один, но не закладывает. Итак, кто отвечает? А наш нет помощи, мы р-22, да. Кто отвечает? Мы считаем, я отвечу, что закладывая такой блок в стену, жители создают ход для кошки. Ход для кошки. Господин Сиднин, скажите, а у вас такая командная тактика? Вашу версию про антенну отвечал Борис Левин, а его версию про кошки отвечаете вы. Да, я знаю, что это и версия Бориса Левина взял на себя, потому что у Бориса тоже уверенности не было. В этом случае, я считаю, капитан должен брать на себя. Вы благородно сделали и в предыдущий раз, когда про антенну дали отвечать другому. Теперь, внимание, правильный ответ. Мальтийцы закладывают такой блок в основании дома рядом со входной дверью. Посмотрите на экран. Да ладно. Это отдельный вход для кошки. Виктор Сиднин вместе с Борисом Левином. 3-2. 3-2. Скользу садапок. Ну, блин, что-то жестко. Слушай, это мрак какой-то. А почему? Ну, ей же неудобно будет. Ну, это вообще какой-то ужас. Там кошка, какой-то суперстресс. Ну, если он беременна или там толстый кот, как он полезет. Надо было прислушаться, конечно, к Тондрагану про кота, просто потому что прикольно. Но лежанка, кормиться, это даже лучше, чем пролезать коту через такую узкую, изогнутую штуку. Не знаю, очень страшная вещь какая-то. Ну, мне, да, до сих пор не нравится это. Я не знаю, может быть, нам показали как-то изощренно, может, иначе выглядит это у мальтийцев. Там даже нарисовано вот этот кот. Сейчас ты там. В этом случае, я считаю, капитан должен брать на себя. Вы благородно сделали и в предыдущий раз, когда... Ну, вы прикиньте, коту вот это все пролезать. Теперь, внимание, правильный ответ. Мальтийцы закладывают такой блок в основании дома, рядом со входной дверью. Посмотрите на экран. То есть, кошка вот так вот пролезает там где-то. Хотя бы этой двери можно просто сделать маленькую... Обалдеть просто. Я в шоке. КТ это жидкость. Да, но слишком жестко. Там очень длинный этот лаз. Как будто можно как-то это оптимизировать. И не делать под кота вот такую вот... Ну, видите, все-таки оказалось одно туда, другое туда. Да. Все-таки так. То есть, у них реально кладка такая толстая. Прикиньте, вот они все лежат. И у них вот эта ширина вот этой штуки сантиметров 40-50. Может, как раз, ну, просто чтобы эту температуру сохранять. Ну, чтобы их там не сильно нагревалось. Может быть. Может, у них такая терморегуляция, да? Тем более, этот известняк, он такой пористый должен быть. Не, понятно, что кошка дом заходит. Но нахрена ей так сложно заходить? Можно просто отверстие в этой стене, в этой двери сделать. И все. Мрак какой-то. То есть... И у тебя всегда открытая вот эта вот дырка стоит. Изгиб, чтобы ветер не продувал. Но все равно будет продувать. Все равно будет тянуть оттуда. И постоянно открыто. Жесть. Ладно, 3-2. Не в нашу пользу. 2-3. Вместе с Борисом Левиным. 3-2. 3-2 в пользу сантаков. Еще мрак какой-то. Ну, вот так. Господин Гусельников. Господин Гусельников. Если сегодня... То есть они строили дом, зная, что у них обязательно будет кошка. Как вам кажется, выбирать лучшего знатока нужно только... Или они сначала заводят кошку, а потом строят дом. Чтобы ее первую впустить в дом потом, когда построить. Не, это жесть. Это очень сложный вопрос, который, мне кажется, в клубе скоро будет именоваться синдромом Левина. Но в любом случае... В любом случае, я считаю, что нужно выбирать исключительно из игроков, играющих в финале команды, никаких других. Но, наверное, это может быть игрок, поскольку мы все-таки играем целый год турниров. И команда играла в весенней серии, теперь снова играет. Играла в предыдущую игру и сейчас играет. Мне кажется, надо выбирать по результатам нескольких игр. По результатам нескольких. Вы знаете, господин Гусельников, честно говоря, я с вами не согласен. Потому что, на мой взгляд, вы такой постулат выставили... На мэте везде кошки. Мне кажется, что... Слушайте, я думал, только в Турции везде кошки. Не был на мэте. А если мы можем выбирать не из финальной игры, тогда почему только из этой команды? Но в этом случае... Ладно, ну слушайте, вопросы такие. В общем, мы за комфорт для котиков. За доброе обращение к животным. Они еще так уверенно отвечают. Типа, кошка. Мы с вами как раз... Па для сапожников. А сейчас мы продолжаем игру в шестой раунд. Слили вопросы, друзья. Она отвечает. Господин Левин, вам нравится выражение синдром Левина? Нет. Борис, ровно 15 лет прошло с тех пор, как вы не приняли хрустальную сову и отдали ее Максиму Паташову. Это неправда. Что значит не принял? Мне ее никто не давал. Но вы выбирали, кто будет, кто ее получит. Да, и мне сказали, поскольку я набрал там больше всего денег за столом, я должен был выбирать, кто ее получит. Не мог же я себя называть. Почему? Ну... Играли тогда вы лучше или Паташов, так объективно говоря? Если мы выиграли, значит все хорошо играли. Господин Паташов, кто тогда лучше играл? Я не помню, столько лет назад было. 15. Волгоград. Против вас играет переводчик Татьяна Фоменко, город Волгоград. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Татьяна, я знаю, что у вас есть маленький сын. Сколько ему? Ему два с половиной года. Как его зовут? Его зовут Богдан. Скажите, Татьяна, как же вы маленького Богдана бросили и приехали к нам? Я считаю, что такой шанс выпадает один раз в жизни. Ну, может быть, конечно, я надеюсь и на большее, но... Бабушка с дедушкой взяли на все ответственность. А Богдан, вы звонили, как он без вас? Он... он хорошо. Хорошо? Да. Где мама, не спрашивай? Спрашивал сначала пару дней, а потом... Пока ответил только на два вопроса. Татьяна, в финальной игре летней серии вы проиграли команде Олеси Мухина. Был вопрос ваш о трамваях в Волгограде. Я думаю, что он так не помнит. Я надеюсь, вам повезет сегодня. Спасибо. Спасибо. Господин Синев. Да, господин. В 60-х годах прошлого века режиссер Георгий Данелия и сценарист Ризо Габриадзе жили в одной гостинице в Тбилиси и писали сценарий к фильму «Не горюй». Там они познакомились с Рене Хобуа, которого они заставили слушать разные версии сценария, чтобы узнать мнение простого зрителя. Это длилось несколько дней, после чего строитель просто взмолился, чтобы его, наконец, отпустили и уехал домой в Зугдиде. Через одну минуту вы увидите то, чем авторы отблагодарили простого строителя за долготерпение. Что же это будет? Ну, что-то там связано с фильмом, наверное. То есть, строитель, ну, обычный человек, слушал версии сценария режиссера Данелия и его сценариста, я так понял. Вот, в Двилиси. Кто-нибудь смотрел фильм «Не горюй»? Я про такое даже не слышал. Данелия снял «Кинзадза», Данелия снял «Джентльмена удачи». Ольга молчит, потому что уже дважды знает этот факт. Слушайте, Ольга, ну, если вы знаете, лучше нам подсказывайте, потому что сложно. В титрах, может, показали. Вот в титрах показали «Это хорошо». Прикольно, да. Да, да. Его имя, да. Вот это очень красиво, потому что для советского человека, да и вообще для любого человека, это довольно прикольно быть упомянутым в титрах фильма режиссера, который, ну, которого все знают. А, но они покажут это за кулисами. Угу, значит, это физический предмет какой-то. То есть у них за кулисами это находится. Вы так услышали, да? Ну, там будет на экране просто титр с его именем и фамилией. Да, я думаю, это хорошая версия. Нам назвали имя и фамилию как раз-таки. Да, чтобы мы его смогли увидеть. Очень круто, господа. То есть не все же вопросы, как с кошками, должны быть на финале года. Давайте эту версию ответим. По-моему, очень прикольно. Поехали. Что же это будет? Досрочный ответ, Борис Леев. Прошу, Борис. Габриадзе, по-моему. Господин Леев, только давайте вот особенно досрочный ответ. Да, да, я рассказываю. Я просто хорошо знаю эту историю. Я читал ее у самого Данелия. К тому же, что вы рассказали этот хобо, еще и не понимал русский язык практически, но все равно слушал. И за это Габриадзе попросил Данелия наградить его как-то. Например, вставить его фамилию в титры. И Данелия вставил его фамилию в титры там среди актеров. И потом в каждый следующий свой фильм вставлял фамилию этого Рене Хобоа. Каждый следующий фильм. О-о-о! Да, Хобоа, вот оно. Действительно, во все фильмы вставлял. Татьяна, мы проиграли. Нет, слушайте, но насчет все фильмы это вообще уже невозможно взять. Вот, а так мы докрутили. Супер. Так, госпожа Ольга, пишите браво после того, как мы услышали правильную версию. А то мы так теряем чуть-чуть радости. Ну, это я так, чисто. Госпожа Наталья, супер, супер. Отличная версия. И вполне себе логично. И вопрос хороший, который мы докрутили, не зная об этом факте. Счет 3-3. Так. Хорошо. 3-3. Спасибо, госпожа Ольга. И дополнительную минуту на обсуждение принес своей команде Борис Левин. Помните, однажды был выпуск, где Левину запретили шутить? Я хотел бы сказать о том, что вы, на мой взгляд, поступили абсолютно правильно, когда приняли абсолютно несправедливое решение по итогам второго раунда. Я ваш намек понял. Потому что это решение вернуло боевой дух знатокам. Если вы примете еще одно такое решение, то победа знатоков гарантирована. Затроллино, затроллино. Если позволите, еще несколько слов. Программа «Что, где, когда» – это настоящее созвездие. Кругом одни звезды. Слева, справа, везде. Но у компании «Башнефть» есть своя любимая звезда. Это восходящая звезда. Это Владимир Кухарский. Звезды тратят гораздо больше сил, чем нормальные люди. И чтобы хоть как-то подсластить эту пилюлю, компания «Башнефть» решила подарить на Новый год Владимиру свой подарок. Спасибо большое. А что это такое? Объясни. Господин Куртик, что это такое? Господин Куртик, это символ «Башнефть», а это ключ. Господин Куртик, я серьезно спрашиваю, что вы подарили? Это непонятно. Владимир Кухарский догадается, я думаю, в течение пяти секунд. Владимир, что вы? Ключ от скважины. А, ключ от автомобиля вам подарили? Ну, вы даете. Автомобиль. Седьмой раунд. Мне, Ольга, не запретим вам приходить на стримы. Вы очень мудро молчите, когда знаете ответы, так что это вполне себе. Ничего себе, говорили, что небольшой подарок к Новому году. Все по-честному. Небольшой по размеру, если бы он был большой. А, он небольшой. Господин Куртик, ну вы просто, что вы теперь будете делать с этим? Почему? Я буду возить команду. Я вас поздравляю. Ну, давайте вернемся к игре. Счет 4-2. И вы понимаете, что достаточно час знатокам ответить на этот вопрос. И после этого каждый раунд может стать последним. А еще огромное количество телезрителей не играли. 13-й сектор. Интернет против знатоков. Господин Сиднеев, по традиции в финале года вопрос 13-го сектора, посмотрите на меня пока, будет необычно. А играть в этом секторе будет переводчик Марина Торгунова, город Тюбинген, Германия. К сожалению, Марина не смогла к нам выбраться из Германии посреди недели, но мы решили не отказываться от ее вопроса, и сейчас мы ее увидим и услышим. Да поможет нам интернет. А где там? Связываемся с Мариной. Марина, вы здесь? Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вы нас слышите, хорошо? Хорошо слышу. А меня видно? Марина, меня вам видно или нет? Вас нет. Хорошо, хоть честно ответили. Скажите, где вы сейчас находитесь? Дома? Или на работе? Дома. Скажите, пожалуйста, вас на таких хорошо знают, вы уже пять раз их обыгрывали. В чем секрет успеха ваших вопросов? Трудно сказать. Наверное, многое зависит от удачи, от везения. Скажите, а вы мужа своего, я знаю, что ваш муж Райнер немец, вы его уже подсадили на что, где, когда? Он смотрит игру? Ну, когда мой вопрос играет, то смотрит. А так не смотрит, он не понимает, да? Нет, он не говорит по-русски. Марина, я сейчас задам ваш вопрос, а вы пока не отключайтесь, возможно, понадобится ваша помощь. Хорошо. Господа знатоки, слушайте внимательно. Сидней, 2052 год. Сидней, 2052 год. Какую орфографическую ошибку и с какой целью сделали авторы этих плакатов? Так, Сидней. Господа, напишите в чат, как пишется. Значит, Хельсинки напишу. Сейчас. То есть они сделали орфографическую ошибку. Хельсинки. Хельсинки. Сидней, блин, как Сидней пишется. Си. Сингапур. Ну да, везде есть Си. Вот, Сидней через Игрик пишется, да. Сингапур и Сидней. Так, Сингапур как-то вообще пишется. Хитро. Да. Блин, как пишется. Сингапур. По-моему, так вот. Сейчас. Сингапур. Да, я так вот. Да, вот это моя версия. Да. То есть Сидней пишется по-другому. Везде допущена некая ошибка. Да, фон дикой природы. То есть это именно про вымирание животных. Да. Это не про экологические какие-то там, знаете. Да-да, у них панда такая, помните? Да, панда на логотипе. И везде есть Си по-английски море. Так. Си по-английски море. Что-то в Си. Да, вот и госпожа Наталья тоже пишет про Си. Сингапур, Хельсинки, Сидней. Ну, как будто глобальное потепление. Да, везде море. Что, их затопит, что ли? Хельсинки на море, Сидней на море, Сингапур на море. Да, все сходится. То есть эти даты означают, когда под воду начнут уходить? Да, да, да. Когда эти города уйдут под воду. Очень подходят по логике. Ну, в случае, если не будут приняты некие меры или как. Ну, просто потому, что если у них оставалось бы 25 лет до затопления, наверное, они бы паниковали. Давайте попробуем. Еще раз. Но очень все сходится. Выпущенных в 2008 году... Смотрит. А так не смотрит, он не понимает, да? Нет, он не говорит по-русски. Марина, я сейчас задам ваш вопрос, а вы пока не отключайтесь. Возможно, понадобится ваша помощь. Хорошо. Господа знатоки, слушайте внимательно. Сидней, 2052 год. Эта надпись стояла на одном из плакатов, выпущенных в 2008 году Всемирным фондом дикой природы. На другом плакате было написано «Сингапур, 2053 год», а на третьем плакате «Хельсинки, 2059 год». Надписи были на английском языке, и в названии каждого города была допущена ошибка. Внимание, вопрос. Какую орфографическую ошибку и с какой целью сделали авторы этих плакатов? Ну да, в общем, везде «Си». Мне нравится, что «Си», а как объяснить, с какой целью сделали эту ошибку? Чтобы показать проблему глобального потепления, о том, что все эти города уйдут под воду. Страшно. Страшно. Поехали. Напишите кто-нибудь, напишите. Иди «Си», что-то систему поменять. Сингапур, Сидней. Сингапур, Сидней. Они против чего-то привыкли к систему «Си». Не-не-не, они природу защищали. Продозащитные. Как-то изобразить, что изобразить. Ребята, они писали через «Си». Не-не-не-не. Они писали через «Си». Море затопит. А-а-а. Море, море, море. А-а-а. Вот так. Сидней затопит. Общий протепление. Все, она спалилась. Господин ведущий, мы готовы отвечать. Да, давайте. По вашей просьбе. Прошу. Александр Русин. Прошу вас, Александр. Господин ведущий. Так, мы 4-3 счет. Меня коллеги поправили. На английском немножко пишется по-другому, чем на немецком. В общем, вместо букв «Си» было написано «Море». То есть, таким образом, эти плакаты борются против всемирного потепления. И под угрозой окажутся эти города будут под угрозой затопления именно в эти годы. А теперь, внимание, правильный ответ. Плакаты Всемирного фонда дикой природы. Три даты из будущего. Все три города морские. Посмотрите на экран. В названии городов умышленно допущена ошибка. Везде появилось английское слово. Супер, господа. Раскрутили, докрутили до полностью правильного ответа со всеми деталями. Эти города через 40 лет могут оказаться под водой. Марина. Марина, к сожалению, на этот раз мы с вами проиграли. 5-2. 5-2 в пользу. 4-3. В нашу пользу. Как сейчас обстоит ситуация? Не знаю. Может быть, чуть-чуть годы перенеслись. И два пора чайной паузы. Чайная пауза. Чай Ахмат. Чай клуба «Что, где, когда» – английский чай Ахмат-Ти. Ну, не коньяк «Багартион», конечно. Но тоже неплохо. Да, тоже ничего. Господин Козовля. Да. Господин Козовля. знать, какие нужно вопросы присылать в следующем году. Я бы хотел, чтобы вы в финале... Вы тоже за чай. ...опозначили основные принципы, по которым вы считаете, какие вопросы должны быть. Вот телезрители сегодня проигрывают, да? Да, господин Эмбер, спасибо, что полностью расписали все города с СИП. Вы знаете, господин ведущий, мы считаем, что основным критерием является красота вопроса. Ну, вот сегодня какие были красивые вопросы, с вашей точки зрения? Вот хотя бы последний вопрос, который, к сожалению, был выигран знатоками, действительно красивый. Марина Торгуновой, да? Да, но, к сожалению, не хватило сложности вопроса. И, наверное, он... Да, вопрос такой квизовый очень. ...красотой, так и сложностью в своем содержании. То есть, вам кажется, мне как раз показалось, что на последнем вопросе знатоки как раз раскрутили вопрос. Я не могу... Вам кажется, что он легкий был? Вы знаете, дело в том, что... Мы тоже раскручивали всем чатом просто. ...настоящую тему глобального потепления, поэтому знатоки не могли на него не ответить. Но по структуре он был очень красивый. Извините, прощай. Вы были на задумках. Там насчет потепления наоборот. Это, да. Господин Кузовлев, так что телезрителям нужно делать в следующем году? И к чему вы их призываете? Вы знаете, я призываю... Так, ну у нас еще 2-3 вопроса есть. Так что это, судя по хронометражу. Это было им интересно. Банк Москвы удваивает призовой фонд. Давай, давай, ладно. На следующий год? На следующий год. Вот так они и разорили Банк Москвы своими удвоениями. ...за одну игру зарабатывать не 300, а 600 тысяч рублей? Да. Вот это подарок телезрителям всем. С новым годом! Знаете, какие деньги были 300 и 600 тысяч рублей в 2019 году? А, тогда сейчас, секунду. Уважаемые телезрители, в наступающем 2013 году теперь Банк Москвы увеличит призовой фонд, поэтому срочно присылайте свои вопросы по электронной почте, адрес вопроссобакатвигра.ру, либо по почте 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, как...» Все, приготовились, собрались, надо выигрывать игру. Работаем, работаем, собрались. 4-3 наше поездо счет. Ну что, почему? Мне Леня сказал, пусть пить до завтра. Нет, у нас в возник попроще им ответит МТС на такой классный вот... Вы жадные, господин Леев. Если вы... Если вы... Стоп, остановился волчок уже. Остановился волчок. Любань. Я бы сказал Любань. У вас играет психолог Евгения Тимашевская, город Любань, Беларусь. О, Беларусь. Два раза говорил город Беларусь, мы его убедили, говорит Беларусь. Екатерина Тимашевна знала. Евгений в восьмой раз играет против знатоков, в прошлом году получила приз от Банка Москвы, как самый активный телезритель. Спасибо. Евгений, скажите, как вы обычно придумываете вопросы, расскажите. Какая у вас технология? Или вам что-то попадается, и вы сразу думаете, как из этого сделать вопрос? Ну, меня все спрашивают, как это получается, но мне легче придумать еще один вопрос. Чем объясненько. Хорошо, хорошо. Ну, готовьтесь к следующему году. А теперь, внимание, картинки. Картинки. Поехали. Телевизор там нарисовал какой-то. Какие маленькие. Раздайте всем, раздайте всем карточки. Господа, перед вами шесть карточек, четыре из них с картинками. Внимание, вопрос. А где их покажут все вместе? Что получится, если вы расположите карточки в определенном порядке и заполните пустые? О, господи, священ. Ребус какой-то. Так, давайте без звука. Посмотрим, они их сейчас будут крутить в руках. Что там за картинки такие? Так, Ольга говорит, что знает. Все, Ольга. Держите паузу до конца. Сейчас посмотрим эти картинки. Значит, телевизор. Россия. Собачка. Какой-то там... Дети какие-то играют. Собачка. Дети. Так. И еще две пустые карточки какие-то, да? Да, всего шесть должно быть. Телевизор собачка, Россия и там какие-то дети или что-то. Дети какие-то играют. Сейчас мы посмотрим. Блин, а что там за дети-то? Какие-то как в азбуках рисую, знаете. Так, телевизор. Так, давайте с самого начала. Там их сейчас будут выдавать, показывать. Собака, Россия, детки, плюс два пустые. Конспектировал, госпожа Наталья. Спасибо, что конспектируете. Это очень ценно. Причем не знаю, то ли сэфир, то ли профдеформация. Ага. Так, сейчас не хочу перематывать, чтобы не упустить. Чего может быть шесть? Там шестое чувство какое-то. Так, телевизор. Ну-ка. А, и вот две пустые. Ну-ка, сейчас я прям вот эту секунду, где они все вместе были, попробую поймать. Ну вот там детей увели. Вот это собака. Угу. Там телевизор. И две пустые. Вот они, две пустые у него в руке. Угу. Два ребенка играют. Блин, вот эту карточку с детьми еще раз хочется увидеть. Так, 55-37. Просто отмечу, что здесь видно хорошо. Три карточки. И вот детей мы сейчас попробуем поймать еще раз. Или там семья целая. Что там вообще? Есть ощущение, что силуэт России... Ну, типа три рисунка. Прямо вот, ну, какие-то каких-то предмета. Силуэт России как будто не рисунок. Как будто он сам по себе отдельно. Сейчас. Где дети? Ну, покажи детей. Ну, вот, типа вот так вот. Во. Не могу повернуть экран. То есть, вот они сидят, играют. В ребусе. Да, вот они играют. В какие-то... Так, в ребусе что, где, когда? Ну, если телевизор, играть... А собака при чем здесь? Да, собака, непонятно. Собака как волчок. Игра, вся Россия, ТВ... А, вопрос собака. Может, это адрес электронной почты? А, точка ру. Значит... Точка ру, ага. Сейчас. ТВигра, точка ру. О, вопрос собака, ТВигра, еще будет точка, и еще будет... То есть, пустоты... И вопрос, и знак вопроса. Да, ТВигра, собака... А что там? ТВигра, собака... Нет, вопрос собака, ТВигра, точка ру. Вот, все. Это, это email. Хорош, хорош. Так, значит, в Ребусе, что, где, когда... Игра, вся Россия, ТВ, собака. Вот Тон Драган с вот этой собачкой, с символом собака, очень четко задал нам вектор. Господа, ну, вопрос разгадан. Да. Все. Значит, там... Еще раз. Значит, вопрос, знак вопроса, собака, ТВигра, точка... Значит, вопрос и точка. Вопрос и точка. Так, давайте послушаем их обсуждение. А теперь, внимание, картинки. Очень круто. Ну, собственно, это было интересно. Раздайте всем, раздайте всем карточки. Господа, перед вами шесть карточек, четыре из них с картинками. Внимание, вопрос. А где их покажут все вместе, нет? Что получится, если вы расположите карточки в определенном порядке и запустите пустые? Песня. Что там? Что там? Порядок не или песня? Какая-нибудь широка страна. Да. Что там? Да. Ну, в лесу родилась. Россия. Нет, там клаузы какие-то. А что это новогодняя может быть? Ребят, новогодняя передача, нет? Спят усталые игрушки, книжки спят. Здесь не спят. Здесь игроки. А там что, собака? Там собака, вот, не пойму, что вот это такое, да, телевизор? Там грустная собака какая-то. В каком-то порядке надо бы их сквозить. И две пустые, да? Это не огневая борту. Нет, нет такого. Глаз, чего начинается родина? Телезрители? Там сразу пустые. А собака? Еще две какие-то. А, извините, собака, собака, адренная почта, адренная почта. Собака. Римович. Давай играться на РУ! Давай играться на РУ! Да, Климович очень крутой. Он очень экспрессивный, эмоциональный и азартный. Итак, кто будет отвечать? Отвечает Борис Левин. Прошу вас, Борис. Значит, у нас получился адрес телекомпании «Игра», куда телезрители присылают вопросы. Звучит он следующим образом. ТВ «Игра»? Нет. Собака. ТВ «Игра» еще раз. Давайте так. Было два вопроса. Что получится, если вы расположите карточки в определенном порядке и заполните пустые? Получится электронный адрес или компания «Игра». Нет, вы заполните, чем вы заполняете. У вас четкая задача, Борис. Заполните пустые карточки. Тишина полная в зале. Блин, посмотри и ответ... Он не понял, да. ТВ «Игра», точка, ТВ «Игра». Вопрос «Собака». Точка, Ру. А теперь, внимание, правильный ответ. Блин, они... Им не засчитают сейчас. Им не засчитают. Заполнить надо, а ты что сделал? Нет, я адрес написал. Заполнить просто. Вам нужно было заполнить пустые карточки. Точка и вопрос. Вопрос в последнем, обращаю ваше внимание, что вы даже не то, что дополнительную минуту не брали, вы даже эту не закончили. Ты понял, что тебе надо? Теперь, внимание, правильный ответ. Есть собака, телевизор, игра и карта России. Я уже ответ говорю. Да нет, нет. Ну все, вы все равно не заполняете одну. Игра у вас есть. И ТВ игра есть. Что вы делаете, Борис? У вас нет основного. Основного. Если в одной карточке поставить знак вопроса, да и отдайте уже распорядителю. Поставить знак вопроса в другой точку, то получится адрес нашей электронной почты. Вопрос. Собака. ТВ игра. Точка. Ру. 5-3. Все справедливо. Господа, очень круто. Он дорогал. Ух! Ух! Такое решение. Надо же доработать до ответа. Командная игра. Командная игра. Вы что-то все обрадовались. Крутяк. Адрес, где уж я неудобно перейти. А что они Климовичу не дали отвечать? Он же это все... Мы же вопросы не отставляем. Вопросы? Да. По один время. Так я вам всегда говорю, вы слушайте меня. Я же говорю, я только на сегодняшней игре уже говорил этот адрес. Ой, я не от тобой. А этот, господин Сиднев, мне кажется, второй раз идет от того, что вы даете ответ не тому, кто придумал. Почему это Борис? Красивый вопрос, красивый ответ. Игру самое главное скажу. Он драган. Ух! Ух! Госпожа Тимашевская, вас я поздравляю с выкрашем. Девятый рамп. Она уже все это потеряла Веру. Она какая-то расстроенная, да, немножко. Так они ответили, да. Она думала, все уже сейчас будет ответ. Борис Левин. А нет. Борис Левин. Так, 5-3 в наше пользу, господа. Проголосовали сегодня. С вами вопрос. Или узнаем со временем. За кого бы я проголосовал? Да. На месте абонента. В конце проголосуем. В конце проголосуете. Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на стол. Остались вопросы из села Кременкуль, Приморье, Рыбинск. Рыбинск. Да, раскручиваемые вопросы. Это очень круто. Из север Рыбинск. Кременкуль. 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 Против вас играет учитель русского языка и литературы Любовь Каноненко. Село Кременкуль, Челябинская область. Любовь Яковлевна. Добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. Сориентируйте меня, пожалуйста, где находится село Кременкуль? Село Кременкуль находится в 12 километрах от Челябинска. А, то есть недалеко от Челябинска? Совсем недалеко. А сколько жителей в вашем селе? Ну, примерно. Ой, не знаю, я не могу сказать. Ну, а учеников у вас в классе много? Сколько человек в каждом классе учеников? Я классный руководитель 10 класса. У меня 13 детей. 13? 13 человек? Да. Скажите, пожалуйста, а ученики сумели скрыть радость от того, что вы уехали и учебы не были? Правда, Кирш? А, ну нет, там 20 число, по-моему, 20 декабря. Вы будете удивлены, но причину моего отъезда мы скрыли. Настоящую причину. А, они даже не знают? Да, не знают. Хотели их обрадовать или... Детей обманывать нехорошо. Нет. Общешкольная линейка будет в понедельник. И хотели вот так вот представить. Сюрприз. Благодарю вас. Любовь Яковлевна, на ваш вопрос вся надежда. Господа, это Гоголевский ревизор для пятилетних. Та же тема о панике, внушающей трусам, что пигмей есть гигант. Поднять детей до взрослой темы такова была моя задача. Внимание, вопрос. Процитируйте строки, которые известный писатель представил своего героя. Так, я не успел записать, но успел во время паузы поставить. Значит, ревизор для пятилетних. Паника, что-то трусость, где пигмей представляется гигантом. В общем, какая-то такая строка, где тараканища, говорит госпожа Наталья. Тараканища. А он там типа не тараканища, да? Он маленький. Ну, типа да, таракан. Просто агрессивный. А вопрос сам, как звучит? Процитируйте. Дайте еще раз прослушаем. Надо на этот час 0208 поставить пазу. Азо они там уже все знают ответы и уже готовы орать. Вот так вот представить. Благодарю вас. Любовь Яковлевна, на ваш вопрос вся надежда. Господа, это гоголевский ревизор для пятилетних. Та же тема о панике, внушающем трусам, что пигмей есть гигант. Поднять детей до взрослой темы, такова была моя задача. Внимание, вопрос. Процитируйте строки, которые известный писатель представил своего героя. А вот госпожа Наталья пишет, двери задрожали, в обморок упали. Ну, очень логично. Таракан, тараканище. А вот что за строки, где он представил его именно? То есть, впервые ввел или как? Что мы должны ответить, в общем? Тараканище рычит, кричит, усами шевелит. Ну, наверное, нам нужно просто процитировать сам страшный великан. Так, давайте еще раз. Да-да, где представляет? Ну-ка. Та же тема о панике, внушающем трусам, что пигмей есть гигант. О панике? Ну да, нет, это все подходит. Огнушающий трусам, что пигмей есть гигант. Поднять детей до взрослой темы, такова была моя задача. Внимание, вопрос. Процитируйте строки, которые известный писатель представил своего героя. Ну, там много. Звери задрожали, в обморок упали, полностью под это ложится. И тараканище рычит, кричит, усами шевелит. В общем, цитируем Ольгу, ой, Ольгу, госпожу Наталью. Звери задрожали, в обморок упали. И, в общем, вот страшный великан. И тараканище рычит, кричит, усами шевелит. В общем, все это про это. Так что берем эту версию. Госпожа Наталья, Ольга подтверждает. Поехали. Это тараканище. Я представил своего другого. Вдруг из-под воротни страшный великан, рыжий, усатый таракан. Ну все, еще вариант. Не мой додор, кто, а детей чем еще пугает? А, воробушем прилетает. Там его боятся, а потом воробушем склевывает. Горя, из пигмеи гиганта. Из пигмеи гиганта, таракан. Таракан замечательный. Это же на Гитлера было. Это на кого угодно. На кого угодно. Не, на Гитлера он потом сам опровергал Чековский шоколад. На Гитлера опровергал. На Асталина опровергал. На психопровергал. Теперь, ребята, ни одно слово не перепутайте. Почелить никого-нибудь. Миш, правильно сказал. Ни одного слова не переставите. Да, сейчас опять отберутся. Вот и до. Вот и до. Вот кто лучше процитирует, кто ближе всего... Еще раз, давайте. Мы сейчас конкурс устроим. Отвечает Михаил Дюбов. Прошу, Михаил. Команда. Ух. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан. Ревизор для пятилетних, так Корней Чековский, говорил о таракане. Супер, господа, супер. Ну, тут как бы вопрос можно было что угодно процитировать. Там он везде большой и ужасный. Что, безусловно, вашу команду очень любит Юла или Волчок, как я его называю. Вопросы из Приморья и Рыбинска и Северодвинска остались неразыгранными. А в решающий момент вам выпал, Любовь Яковлевна, извините меня, ну, самый простой вопрос сегодняшней игры. Вам так повезло. Еще становится 6-3 в пользу. И у нас счет 6-3 в нашу пользу. Молодцы, господа. Ну, очень круто сыграли, очень командно, очень круто докручивали. То есть у нас на самом деле немного было ответов, где мы сходу дали ответ. И, в общем, его как бы приняли. Очень круто, очень круто. Сидней раскрутили, ТВ-игра Собака раскрутили. Таракана тоже докрутили. Ну, Таракана же сразу написала госпожа Наталья, но все равно мы играли все, и было очень круто. Так, ну что? Тормозим. Блин, 355 тысяч рублей. Офигеть. 12-й год. Доллар по 34 рубля где-то. 10 тысяч баксов такой, хоп, как с куста. Очень красиво. Так, я делаю большой экран, полный экран. Ура. Большое всем спасибо за вечер. Спасибо, что пришли аж 2 января. Значит, еще раз. Хотелось бы отметить именно командную игру. И действительно, как госпожа Ольга говорит, вопросы хорошие именно тем, что... Их можно раскручивать, да? То есть, нету... Так, дайте я куда-нибудь... Ладно, не буду двигать. Я просто к Дашу подвинусь чуть-чуть, хоп. И все. Так, господа. Будем закругляться потихонечку. Два с половиной часа играли. Крутили. Самый сложный и долгий вопрос был с этим котом, который, блин, ну капец. Да, я... Не знаю, как это... Ну, мне до сих пор как-то не щелкает это, что кот. Ну, почему кот? Значит, в следующий раз мы с вами увидимся, но точно на этой неделе. Я напишу когда, потому что мне нужно уточнить, в какую игрок из приза мы играли, а в какую нет. В общем, либо четверг, либо суббота. Я надеюсь, обе игры мы не играли. Это во мне туалетная бумага. Что было с туалетной бумагой? А вопрос был про туалетную бумагу. Что там, утенком, гущенком... А-а-а! Это ворошиловский. Учебчиком. Да, да. Ну, кстати, вопрос тоже был хороший. Ну, это вопрос по классической литературе все-таки. Это не кто-то выдумал. Всех с Новым Годом! Господа, спасибо, что пришли. Приходите еще. Очень рады вас видеть в таком количестве. Нас, ну, человек 8-10 стабильно было на стриме. Вот сейчас 9. Приходите еще. Рад с вами, я думаю, Даша тоже. Да, конечно. Супер. Встретить Новый Год, 2 января. А уже как мы с вами крутим вопросы. Как мы бодрые, полные энергии. Так что, господа, всегда вам рады. Будем регулярно стараться проводить стримы. Нам это все очень нравится. И вам, я вижу, тоже. Так что, господа, в Новый Год с запалом, с задором, с победой, с раскруткой, с командной игрой. В квизы будем играть тоже. Будем учиться быстро отвечать. Но мы, на самом деле, тоже быстро довольно отвечали. Да, динамично. Только вот кот меня выбил, конечно. Тут, видите, подсказка была в том, видимо, что он все-таки один. И действительно, вот если только один, то тогда, наверное, кот больше подходит. Что это не жёлоб для воды, не что-то вот такое. Ну, мы тоже пришли к тому, что он один и сделали просто водоотвод, воздухоотвод. Ну, и что-то такое. Да, да. С котом жесть какая-то, короче. Ну, будем знать, что такое тоже бывает. Вот. И версия с падающими людьми и врачами, она сильно лучше, чем протертые сапоги. Тут, как мы уже говорили, нельзя отсечь что-то одно. Он может и упасть, и штаны порвать, и обувь попортить. Тут всё может быть. То есть, абсолютно наугад ты берёшь этот вопрос. Да, это чуть-чуть было похоже с этим повесить нос на квинту, где мы выбирали между повесить нос, опустить руки. И склонить голову. И склонить голову, да. И, в общем, всё подходит, и всё кажется, ну, как будто... В одинаковом, плюс-минус, да. Вот так. Я уже жажду наш квиз. Хочется теперь на контрасте более динамичной такой игры, такой азартной. Вот. Так что готовлюсь внутренне. И у нас будет тренировочка завтра. Мы играем квиз в реальном формате. Офлайн. Вот, сыграем. Мы будем уже более готовы к новым вопросам. Да. Пойдём завтра играть в офлайн-квиз. Но, ещё раз повторюсь, на этой неделе два квиза будет в формате стрима. Выберем тот, который мы не играли, и сыграем обязательно. Ну, и в воскресенье, я думаю, точно будем играть в ЧГК по классике. Мы обещали вам в эти каникулы, праздники побольше игр. Так и делаем. Так и делаем. Всё, господа. Всем большое спасибо. Всем крутых праздников. Всех ещё раз с Новым годом. С Новым годом всех. Очень рада вас видеть. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся.